Испытываю ли я вину? Я попыталась прочувствовать, что такое вина, и я не могу понять, что это вообще за чувство. Я даже не могу его вспомнить, это чувство. Нет, я не могу испытывать чувство вины, когда я в причине Творца, когда я в точке обзора, то, что я, причина своего мира, вижу только себя в зеркало. Какая может быть вина? О чём? У меня даже в голове не укладывается испытывать чувство вины. Когда я резонирую с какими-то людьми, у нас всегда пазлы, желания совпадают, они не могут не совпасть. Жертва хочет умереть, и она создаст, сама создаст, как Творец. Жертва тоже Творец, просто играется в жертву. Создаст убийцу, который ей поможет исполнить её желание, но это она и создаст убийцу в своей реальности. Убийца, естественно, если это его желание пройти этот опыт, создаст жертву в своей реальности. Пазлы желаний совпали, не исполнили друг друга желание. Какая здесь вина? О чём вообще речь? Поэтому я не могу сказать, испытывая чувство вины, я даже не понимаю это чувство. Оно у меня трансформировано уже давно в целая вина, невиновность. И я даже… Это слово давно перенаделено, ну, настолько, что… Я даже не знаю, во что. Как трансформировать и проработать страх смерти? Осознать, что такое смерть, что такое жизнь. Жизнь — это бесконечное движение и познание нового, неизвестное. А смерть — это остановка. Вы в день умираете просто сотни тысяч триллиардов раз в секунду. Не в секунду, в день. В секунду триллиардов раз в секунду. Но это очень быстро всё происходит. Жизни нету, как и смерти нету. Оно целое. Жизнь — это перемещение из точки А в Б. А сама точка А и Б является смертью, то есть остановка. Мы зависаем всегда. Смерть — это просто точка какой-то остановки. Вы останавливаете себя постоянно. Если взять квантовую физику и ту точку обзора, с которой я смотрю на мир, ну, просто нету смерти. Поэтому чего её бояться? Так как она есть всегда. Ну, то есть вы умерли уже, пока слушали меня много раз. Ну, это так, не объяснить. Это вообще необъяснимо мозгу. У нас есть заложенные программы в нас, определённые шаблоны, которые осознать это не дадут. Для этого вам нужно, это постепенный процесс, расширить своё сознание, расширить сознание, очистить его от ваших установок, от ваших блоков, от ваших программ. То есть это такой процесс. Начните расширять своё сознание для начала. И потихонечку, потихонечку вы придёте к осознанию, что такое жизнь, что такое смерть. Можете пока на веру взять, то, что жизнь — это бесконечная неизвестность, бесконечное движение во что-то новое. Когда мы делаем какой-то новый творческий шаг, мы растём, мы движемся. Когда мы застреваем в какой-то одной позиции зацикленности, для нас это как маленькая смерть. Что делать, если не знаешь, что делать? Нормальный вопрос. Ничего не делать, боже мой. Кайфуйте, включите музыку, потанцуйте, подышите. Кстати, очень классная практика дыхания. В любой непонятной ситуации, если вы не знаете, что делать, пожар, землетрясение, просто глубоко подышите. Вдох носом, выдох ртом. Поприседайте, попрыгайте. Вам придёт решение, к вам придёт какой-то интерес что-то сделать. Зачем вообще что-то делать? Вот скажите, пожалуйста. Вы даже просто поразмышляйте. Я хочу что-то делать, но не знаю, что. Зачем? Вопрос. Для чего? Вы можете просто становиться, созерцать пустоту. Вы сядете, вы уже сделали действие. Вы сделали вдох, вы уже сделали действие. Не надо знать, как вы идёте. Это встроено в вас. Вы просто идёте, и всё. Но как только вы будете обращать внимание, как вы идёте, вы можете упасть. Зачем? Вы просто это делаете, и всё. Вы совершаете в секунду столько действий, ваше тело просто вообще очень много действий совершает. С каждым словом у вас какое-то действие. Зачем это знать? Вы просто делаете, и всё, не пытаясь подключать смысл и ум ваш. Меня расширило сознание про деньги. Меня чуть не разорвало. Сейчас всё окей. Так, давай на второй круг посмотри. Когда я пересматриваю свои видео по второму или третьему кругу, каждый раз такая, да ладно. Ну, реальность меняется, или я глубже начинаю понимать? Не знаю, даже писать не хочу. Я просто такая, да ладно. Я это сказала, ничего себе. Я себя познаю, даже слушаю свои эфиры, потому что каждый раз я вижу там новое. В своих эфирах, либо я какие-то другие эфиры смотрю, или книжки читаю, неважно, или мне что-то говорят, всегда новое. Можно каждый день смотреть на один и тот же апельсин, и видеть в нём всегда новый, задавать себе вопрос. Интересно. А какой у него вкус? А что это? Как-то его по-новому съесть? У нас такой тренинг был про апельсин на курсах. Почему его вспомнила? Или про мандарин? Про апельсин и про мандарин. Съесть апельсин так, как будто вы его увидите в первый раз. Безумное ощущение. Многие его час съели. Там и запахи, и вкусы, и столько мыслей, и фейерверки просто, эмоций. И если вы будете подходить к каждому вашему действию вот в таком виде, то что, блин, интересно. Я не знаю. Первый раз вижу. Мне вот интересно увидеть её по-новому, рассмотреть. А я действительно не замечала никогда, что на ложке есть надпись. Ничего себе. Ложка давно, а я в первый раз её рассматриваю. Фига себе. Атрибут написано. Прикольно. Видите, у меня даже вырывается слово прикольно, потому что реально прикольно. Если вы будете рассматривать вашу жизнь, вот просто рассматривать, вам не надо будет задумываться, что делать. Так можно жить вечно. Можно. Так, я тоже тебя пересматриваю, чтобы лучше для себя всё понять. Я, кстати, стала кушать меньше, заметила вообще один-два раза в день. Ем всё лучше и лучше. Да, насильно перестать есть. Это чревато, конечно. для психики и для здоровья в том плане, что вы себе только вредите. Но когда вы начинаете давать себе чувства и эмоции, которые раньше пытались заесть едой, вы сами заметите, оно просто как реальность поменялось действительно. Вы заметите, что вам не хочется есть. У вас всегда лёгкость в теле, всегда классно себя чувствуете. Вот поели, уже потом такая квашня. Но как только вы начинаете расширять своё сознание, вы же начинаете чувствовать, вы же начинаете видеть шире, мир. Он у вас играет разными красками, разными эмоциями. Вы даже листик начинаете рассматривать и залипать на улице возле дерева. И время как будто останавливается. И вы так себя классно чувствовали. И вы даже забываете, что недавно вы хотели есть. Пока вы будете наслаждаться этим листиком, никакой голод до вас не добирается. Но потом опять заскучаете, конечно, вы захотите кушать. Я бываю, заскучаю и хочу есть. Прям бывает такое, что на меня такой жор нападает. Ну, это редкость, но бывает. Я на этой неделе один раз вот прям очень сильно хотела есть. Вот прям капец. Я и первое, второе, третье, съела и компот, ещё булки какие-то, пирожные. Я каждый день ем тортики. Мне муж всё время покупает сладкое. Вот. Я это обожаю. Не считаю это чем-то каким-то плохим и так далее. Но в какой-то один день мне было очень грустненькое. Я забыла, что нужно наблюдать себя. Я забыла, что можно покайфовать, там, что-то себе придумать. Я в этот день даже не работала. У меня была какая-то апатия. Я весь день ела. Да, есть такие дни, ничего в них плохого нет. Попробовала по-другому. Обычно там я кайфую, хожу, что-то делаю, пишу книжку, там, работаю. У меня там консультации, там, всё, что-то. Фильмы смотрю, рисую. Вся такая ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нет, ну иногда это просто надоедает. Хочется переключиться и насладиться нытьём, едой в большом количестве. Не надо себя запрещать. Как только вы это разрешили и понимаете, что вам это разрешено, это можно, вы перестаёте на этом зацикливаться. Мы обычно же хотим того, чего у нас нет, то, что мы себе запрещаем. Мне нельзя есть много, поэтому все мысли о еде. Не думай там об обезьянах, мы всё время, если нам скажут, да не думай о них, мы всё время будем думать об обезьяне. Мозг так устроен, то что мы всегда хотим чего-то, чего нет. А когда вы себе всё разрешаете, ну сорвались вы один день, ну погрустили, ну поорали, ну побили вы посуду, ну нажрались там до отвала, ничего страшного, но потом у вас это пройдёт, отпустит, и вы дальше опять начнёте наслаждаться. Разрешайте себе всё. Ну вот реально разрешайте, потому что если вы себе запрещаете, вы очень много блокируете своей энергией, плюс надо разбираться, почему вы себе это запретили, вот еда типа якобы, если я её поем, я потолстею. У вас есть такой шаблон, это действительно шаблон, материализуется вовне сразу же, моментально, как подтверждение вашего убеждения. Все ваши убеждения, они вам фактами всегда будут подтверждаться. Наш мир — это самоподтверждающаяся наша правда. Если вы считаете, что если я поем суп с рыбой, у меня будет высыпание на лице, у вас такой шаблон, оно так и будет. Если вы поменяете свой шаблон мышления, трансформируете, вспомните, может быть пойдёте в детство, вспомните, почему я так решил. А там какая-то воспитательница вас наругала, что вы не хотели есть рыбный суп в садике, вспомнили, да, такой момент? Я вспоминаю не рыбный суп, а молоко. Я ненавижу молоко, потому что меня в садике злая тётя заставляла его пить. Хотя ко, оно нормальное, кипячёное. Но она его заставила, что вливала его вот так в рот, когда я не хотела, с пенкой ещё, и меня рвало. И вот теперь на всю жизнь этот шаблон у меня отложился. Если я его трансформирую, я буду пить молоко. И никаких там высыпаний или ещё что-то не будет. А, кстати, про молоко. У меня мама всю жизнь, если она сейчас смотрит, она поржёт. Никогда не ела молочные продукты. Творог, молоко, кефир, йогурты. Вот кисломолочка, она это не ела и всегда всем говорила, что если я съем, меня сразу рвёт. У меня сразу несварение желудка, мне плохо, мне запрещено, мне нельзя. Откуда-то воспоминания пришли, что и врачи это ещё наплели. У неё не переваривание. Мам, привет тебе. Вот. Она делала челюсть себе, зубы полностью все вставляла. И когда ей всё вырвали, есть она не могла. Я говорю, мам, давай я тебе куплю молочка, кефирчик, отварочек или хотя бы сметанку, ну потому что ты не можешь жевать вообще. Она мне, давай, говорит, я не ем молочку. Я накупила целый пакет. Вика, помнишь, да, ты с нами была? Накупила я целый пакет. Пришла домой, там йогуртов штук 30 было, творожки, всякой штуки такой молочной. И мы с Викой, когда покупали, решили, что если мама откажется, мы сами всё съедим. Вот. Я прихожу домой, значит, показываю. она начала ругаться, бешенство. Я думала, сейчас этими сырками нам по башке даст, короче, молоко на голову вылет. Она была очень злая. Мы сели с ней и поработали, вот буквально, я не знаю, минут 15. Поработали над её убеждениями, откуда у неё эта фигня вообще в башке, почему она так решила. А реакция настоящая. Если она съест сырок, да, её рвёт. Ну, прям реально настоящая реакция, потому что у неё такое убеждение, что её будут рвать. Но мир внешний это всего лишь следствие наших убеждений для того, чтобы подтвердить тот факт в то, что мы верим. Если вот здесь в голове поменять, то следствие будет другим. Внешний мир не влияет. Это не из-за того, что она сырок съела и её рвёт, а потому что у неё в голове такое убеждение, что её может рвать от сырка или от молока или ещё что-то. Поработали 15 минут. И она давай есть этот сырок. Она сказала, ничего вкуснее, а в жизни она не ела. Попробовала кефир. Она сказала, это лучшее, что может быть вообще. Всё. Вот уже прошло сколько. Она полгода не ест ничего, кроме молочки. Она не может ей насытиться, потому что она сказала, это самое вкусное, это самое лучшее, самое полезное, самое нереальное. То есть вот мы просто поговорили с ней. Откуда у неё вот эта херня в голове? Она пошла в свой страх, попробовала. С ней ничего уже не случилось. Естественно, уже не может с ней случиться, потому что мы её убеждения рассоздали. То есть мы пообщались, пришли к тому выводу, что это бред. Ну просто вот рассуждение. Я не помню, что именно мы говорили с ней. Я не помню ход наших мыслей. Ну реально, не могу вспомнить. Просто порассуждали, почему она так решила. Если мир — это мышление, наше, материальный мир — это наше мышление, проекция, то почему она так решила? И вот повспоминали ситуации. Всё, у неё в холодильнике по пять йогуртов на день сто процентов, сырки, творог, молоко, кефир, всё-всё-всё, вот вся молочка. И мама раньше ела одно мясо. Мясо, рыба, всё, её там, да не человек, если там шмата, мяса нет. Сейчас у неё фрукты и молочка. Сознание, вот она смотрит ещё мы эфиры, мы там с ней поболтаем о чём-то. Человек настолько меняется, она перестала вот это вот всё есть. И вот как раз о еде. Ко время еда зависит от нашего мышления. Обратите внимание на то, что вы едите. Если ваши мысли в негативном состоянии, в более плотной форме, вот есть лёгкие мысли, да, есть тяжёлые мысли. Вот если ваши мысли в плотной форме, то можно почувствовать, тогда еда у вас плотная, мясная, жирная, густая, тяжёлая пища, сложно усвояемая. Если ваши мысли в голове лёгкие и вам хочется кушать лёгкую еду, то есть вы уже не воспринимаете вот эту тяжёлую. То есть вам хочется зелень, фрукты, водички, сок, мороженое. Если ваши мысли всё время сладкие, вас тянет на сладость. Либо вы хотите, чтобы ваши мысли были сладкие, да, и вы об этом постоянно думаете. Тогда вы хотите пироженое. Вы можете через еду любого человека сказать, о чём он думает в данный момент, если он хочет вот это и вот это. То есть спросите, это классная тема, спросите, а чё ты хочешь покушать, чё ты любишь, и человек начинает тебе рассказывать. Вы уже можете понять, что у него в голове творится, какие мысли. Потому что каждая еда, она связана с нашим мышлением. Так же, как и психосоматика, очень классно. Я, правда, не знаю, где это можно почитать. Сейчас пример приведу с психоматикой. Если у вас болит рука, то вы понимаете, то что рука — это брать, это давать, это что-то делать, это осязать. Если она у вас болит, то у вас мысли о том, что… рука сигналит, о том, что вы что-то не хотите делать, либо то, что вы делаете, а вас это не наполняет, то есть не надо это делать, она болит и вам показывает. У вас там проблема с волосами, лысеете, допустим, да, то значит вы копите какие-то знания. То есть психосоматика, сигналов тела, нам рассказывает, что у нас в голове. Еда точно так же, она рассказывает, что у вас в голове. Можете через еду с собой поработать, узнать, какие мысли в голове у другого человека. Блин, ну это круто. Ладно, ну это отдельная тема. Как это перевести? Почему хочется огурцов на мысли? Так, здравствуйте. Начала слушать ваш МК про деньги. Можете разъяснить, если всё вокруг это голограмма, я тогда кто и где я, и зачем я тогда существую? Ну вы бог! Вы творец! Вам было скучно. Вы везде и всё, и вся. И не имеете никакой формы и плотности, да? Представьте. Вы всё сущее. Эфир. Не знаю, какими словами это объясняют. Чтобы познать себя, какой вы. Вы уплотняете себя в разные формы и осознаёте себя через всё это. Играете вот так. Жизнь, она бессмысленна. Просто познать себя, поиграть в это всё дело. Вы везде. Кто я? Кто вы? Бог. Бог внутри нас. Он не там где-то на небе сидит. Не нужно ходить там в церковь, молиться, достучаться до него. Он вот здесь вот, тут, внутри вас. Вы через этот аватар, ваше тело и тело других. Вы везде. В животных, в растениях, в материальном и не в материальном, в проявленном и не в проявленном. Везде. Вы так разговариваете с собой, изучаете себя через всё это дело. Вообще классно задать себе такой вопрос. А кто я? Блин. И находиться в этом вопросе. Если до вас дойдёт, то это вообще очень круто. Когда у вас озарения от себя придут. Никогда вам кто-то это скажет. Как на поездку к тебе деньги, что вы пришли? 25 июля. Для чего я хочу? Я хочу к вам приехать. Наблюдай. Если приходят деньги, и ты приезжаешь, значит, это истинное твоё желание. Если ты не приехала, значит, в данный момент тебе это пока не нужно. Научитесь принимать ваши желания. Ваши желания исполнены все. Научитесь их принимать. То, что... Если я сейчас не еду, это моё желание. Хотите, разберите, почему. Можете не разбирать. Просто это моё желание. Признайте. Очень классно каждый вечер делать рефлексию. И за весь день вспоминать все моменты. Либо это делать в моменте. Я принимаю, что я хочу пить кофе. Я принимаю, что я не хочу сейчас миллион рублей. Хотя вы там его хотели, писали желания, рисовали нейрографику, танцевали с бубном. Но у вас его сейчас нет. Примите, что я принимаю. Раз его нет, значит, это моё желание. Делайте каждый вечер себе рефлексию перед сном. И вспомните всё, что за день происходило, что происходит, какие ваши желания. Просто примите для того, чтобы зафиксировать свою... Знаете, что зафиксировать? Привычку принимать. Чтобы это стало автоматом. Что бы ни происходило, это моё желание. Каждый мой шаг, всё, что я вот вижу вокруг, это моё желание. И если вы выработаете такую привычку, вам жить будет очень просто. Но мы не привыкли так. Нам же надо всё достигать, бороться, чего-то делать, куда-то идти, куда-то спешить, быть где-то в завтрашнем дне, сегодня жить неохота. Вокруг вас настолько много исполнено желаний, вам жизни не хватит человеческой, чтобы увидеть каждое своё желание, которое уже исполнено. А вы хотите то, чего ещё не исполнено. Вы зациклены всегда на том, чего нету, и не видите, как просто миллиарды желаний уже исполнены. Вы даже не рассмотрели, не увидели и даже не поблагодарили себя за то, что вы столько всего исполнили. Нафига вам саму себе что-то делать сейчас, если вы кучу раз всё себе исполняли, даже не обратили на это внимание, не поблагодарили, и прошли мимо себя. То есть вы, творец, совершили вокруг себя столько всего уже, и просто пофигистически сами к себе отнеслись. Пройду мимо. Даже не поблагодарили себя ни разу за то, что у вас вокруг творится, сколько желаний исполненных. А вы всё хотите, дайте, дайте, дайте больше таблеток от жадности. Это ж такое унижение себя, это ж такое унижение Бога внутри себя, Творца внутри себя. Такое унижение, представляете, вы столько всего творите, и не замечаете, и не радуетесь, и не благодарите. Не устану из эфира в эфир говорить, что, ребят, я хочу вот это. Ну окей, получили, и всё. И мимо прошли. Я хочу это. Получили, и мимо прошли. Я хочу пить. Попили воды, сотворили себе воду, кружку. Это тело, которое прочувствует эту воду. Попили таки, и дальше прошли. Как данность. Понимаете, да, что делаете с собой? Раз так сделали, два так сделали, три так сделали. Вы так сделали триллиарды просто. Я не знаю, какими суммами это называть, бесконечными нолями. Раз, что вы всегда мимо себя проходите, всё, что вы творите, и не обращайте на это внимания. Вы уже заколебались себе исполнять желание. Просто заколебались. Реально. Зачем их творить, если я всё равно прохожу мимо и даже не обращаю никак? Я себя не люблю. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Но я хочу машину. Да нафиг вам машина, если вы себя не любите. Полюбите, будет вам машина. Я вот не хочу благодарить себя. Я вообще фу-фу-фу. Вот когда тело себе сделаю красивое в качалке, вот тогда обращу на себя внимание, меня похвалят, и тогда после похвалы я замечу, что я всё-таки существую. На меня обратят внимание, скажут, что меня любят, и я наконец-то пойму, что да, раз другие сказали, значит, можно себя любить. Точно. Вы всегда находитесь в этих иллюзиях постоянно где-то там. А сейчас вы не замечаете, что вы есть, вы существуете. Это же ваше единственное предназначение — чувствовать своё существование и любить себя в этом существовании. Единственное ваше предназначение — научиться в этой жизни любить своё существование, любить свои желания, любить то, что вокруг вас происходит, любить своё тело, благодарить себя, увидеть в себе Творца. Это единственное ваше предназначение. Но вы такие не… Как только я начинаю сама с собой разговаривать, рассуждать, у меня постоянные мурашки по всему телу, как будто я чувствую, что веду диалог, и моё тело мне отвечает. Да, Марта, всё верно. Классно. Я задаю вопрос, кто я, получаю ответ. Ты моя частичка, частичка Творца. Да, мы все, все пазлы одного сознания. И мы друг с дружкой делимся информацией, чтобы расшириться до этого большого сознания. И это классно. У каждого своя правда. И они не могут совпадать друг с дружкой. И очень классно видеть все грани каждого, каждой грани алмазика, да, и потом увидеть эту картину в целом. Ничего не отрицать. Вот он, ковняшка, в интернете не прав, бросая всю работу в интернете, кто-то не прав. Пошёл. Зачем так делать? Просто надо обратить внимание, а что я чувствую, когда он говорит такие вещи, с которыми я ну прям сопротивляюсь. слушать. И действительно их послушать как бы со стороны то, что человек говорит, и осознать, а с чего я решил, что вот моя правда такая правдивая. Блин, сомнения, это очень классная штука. А вот у него прям ложь и ложь. Почему я так решила? А если совместить эти две правды? Вот часть моей правды и его, какой может составить целое? Знаете, как интересно играть в такое? Очень. И ты уже перестаёшь видеть, что вот твоя правда такая вот одна единственная правдивая, которую надо всем доказать. и перестаёшь видеть ложь у других. И ты начинаешь просто собирать как пазлик картину мира воедино. То есть каждый говорит свою правду для того, чтобы каждая клеточка, которая его слушает, собрала картинку целиком, а не только там хобот слона увидела, а там глаз слона или уха. поэтому очень классно прямо противоположные, абсолютно никак не связанные вещи, они составляют гармоничную какую-то одну единую целую картинку. Ну как и дуальность, вы уже понимаете, да, чувство двух крайностей это целое на самом деле. Каждая программа с противоположностями целая, две противоположные правды, каждая по себе ложь, а вот целая вот будет истину составлять. Поэтому классно рассматривать разные вещи, не отрицать их, но и не принимать, потому что сама по себе это будет фигня. А если ты начинаешь рассматривать все вот эти вот разные вещи как целое, блин, реально такое творчество просыпается, ты начинаешь шире видеть мир и смотреть на мир таким расширенным взглядом, ты начинаешь видеть вещи, которые раньше не видел. Люди, которые способны видеть более широко, видеть картинку в целом, меньше страдают. Их желания исполняются вот так, потому что они их видят. Вот я, например, стою, вот стена какая-нибудь, небольшая, вот стою у стены и смотрю на нее, передо мной стенка, я больше ничего не вижу. Но если я подальше отойду, угол обзора расширится, я увижу стенку целиком, а вокруг там еще деревья, и что можно ее обойти. Все, что мы видим, на самом деле не такое, как нам кажется. Какая-то часть правды. У меня такая ситуация. Папа после моего рождения завел на стороне вторую семью и детей и любил их больше, чем меня. Первый муж, его копия тоже. Семья на стороне и вся любовь им. Сейчас, тра-та-та. Возьмите, короче, все, что вы сейчас написали и во всех словах поставьте себя. То есть, не папа, а я. Не муж, а я. Не семья, тоже я. и прочтите, что вы написали. Добрый вечер, я достала собственного сына, но не могу оставить его в покое, вмешиваясь в его жизни, мучаемся оба. Что такое осознанность? Когда вы понимаете, что вы делаете и перестаете делать то, что вам не нравится. Если вам это не нравится, перестаньте это делать. Просто стопы, просто перестаньте, просто перестаньте. Вот что вы хотите, чтобы я пошла, короче, завязала вам руки за спиной, кляп в рот повесила, да, ну, чтобы вы это не делали, там, привязала вас к батарее. Что вы хотите от меня? То есть, вы должны взять и перестать это делать. Если вы уже половину, ну, сделали, вы уже это осознали, то, что вы достаете сына, вы не даёте ему развиваться самому, а он должен получать свой опыт. Он родился не для того, чтобы ублажать ваше желание, да, там, и вас копировать. Он родился, как ваше творчество, за которым интересно наблюдать, но зачем в него вмешиваться. Я знаю, что я мучаюсь, когда вмешиваюсь, но буду продолжать это делать. Вы мазохисты, походу, с сыном. Сыну надо от вас бежать быстрее, если сами не можете остановиться. Сейчас второй раз замужем. У мужа есть бывшая жена и дети. Он их любит сильнее. Ревность, низкая самооценка мучает меня всю жизнь. Вот, все ваши рассказы переведите на себя. Это самый быстрый способ понять, что окружающий мир вам транслирует. Пишите рассказ, что вы чувствуете каждому персонажу, как он к вам относится, как вы к нему, там, какую-то ситуацию, да, семейную особенно. И просто везде поставьте, переписав рассказ, я. Я сама себе сказала, я себя не люблю, я завожу отношения на стороне, внимание куда-то в сторону, у меня нет внимания на себе, я себя не люблю, дети — это мой интерес, моё творчество, муж — это мой внутренний творец, там, женщины в моих рассказах — это моё принятие. То есть, перепишите так, я не принимаю вот это, вот это, я понимаю, что я не хочу вот это творить, я, короче, делаю то, что я не хочу, и так далее. То есть, ваш рассказ, который вы сейчас написали про мужа, про детей, переводите от своего имени все персонажи, вы, и напишите этот рассказ с эмоциями, что вы чувствуете по отношению к этим людям, что они вам говорят, почему они так поступают, почему вы так думаете, что они так поступают. Так легче написать сначала про других, а потом это перевести на себя, и вы увидите, что вы делаете со своей жизнью, как вы сами к себе относитесь. Муж — это ваше отражение отношения к самому себе, идея — это ваше отношение к самому себе. Если вы лезете в свою жизнь с советами, не хотите идти в новое и так далее, то получайте то, что получаете. Как только вы это понимаете, вам нужно дальше сделать действие. Вот, например, в данном случае мамочке отстать от сына, потому что у него всё наладится, прекрасная жизнь будет только тогда, когда вы от него отстанете. Но пока вы от него не отстанете, ему придётся так же мучиться, как и вам. Возьмите цветочек, посадите в горшочек и дайте ему излишнее внимание. Он от бесконечной поливки воды и удобрений загнётся очень быстро. А дайте ему самостоятельно на солнышке расти, то ваш цветочек зацветёт. Да, вы не будете его мучить. Рефлексия — отражение чувств. В какой момент я наслаждаюсь собой, наслаждаться собой любой любыми чувствами. Да, любыми чувствами. Не надо делить чувства на плохие и хорошие. Чем я создала вот эту ситуацию в детстве? Мучают сильные страхи, чувства вины и стыда, считая себя человеком второго сорта, которого никто не любит. А почему вас должны вообще любить? Почему вы такая эгоистка, которая заставляет всех любить себя? Давайте начните с себя, полюбите себя сначала. Как вас могут любить, если они ваше отражение? Вы второй сорт, и вас по жизни будут считать вторым сортом. Конечно. Для напоминалочки, то что, эй, алё, обратите внимание, кто стоит перед зеркалом. Вы пытаетесь на зеркало воздействовать, и вам там что-то в отражении не нравится. Но вам нужно начать с себя. С чего вы так решили, что вы второй сорт? Вы единственный, кто этот мир создал. Вы творец в своей собственной реальности. Не будет вас, не будет никого в вашей жизни. Тоже. И мама с папой появились потом, когда вы глаза открыли, а не до, потому что начало было у вас. Мы едим то, что навязано родителями в детстве. Так, а родители кто создал? Родители — лишь ваше отражение, ваше мышление. И не родители навязывали вам, а вы сами себе через этих родителей навязали эти шаблоны. Вы творец. Если вы становитесь в эту точку творца, здесь, сейчас, вы наблюдатель. Бесконечное пространство. Точка, из которой вы наблюдаете этот мир. Точка начинается с вас. Если вы в этой точке наблюдателя, внешнего влияния на вас нету, потому что вы расширяетесь с этой точки вовне. Вовне — это следствие потом. Родители, в вашем воспоминании это всего лишь суждение о прошлом. Любые воспоминания — это просто суждение. Его нету. Прошлого нет. Мы проживаем в этой точке сейчас. Все варианты событий прошлого, будущего, настоящего есть только один миг, бесконечный, все и час. Реальность, она только в одной точке сейчас существует. Всё остальное нереально. Будущее — это суждение. Прошлое — это тоже суждение. На прошлое мы можем влиять из настоящего. Прошлое не влияет на настоящее, оно складывается из настоящего. То есть какое у вас сейчас мышление, такое у вас и прошлое. Вы меняете сейчас мышление, а ваше прошлое тоже меняется. Вы в точке, куда бы вы ни пошли. Вот пространство, вот вы точка, вот сюда идёт будущее, а вот типа якобы прошлое, но оно тоже с этой точки идёт. Это мне не рисуется. Стрелочки могут идти во все стороны, лучики такие новые в точке это типа прошлое но прошлое складывается с точки сейчас вы поменяли мышление у вас вот сюда стрелочка пошла поменяли мышление вот сюда ваша прошлого находится в будущем и складывается из точки здесь сейчас из вашего мышления это квантовая физика наше воспоминание это просто суждение о чем-либо наши шаблоны наши программы наши воспоминания они меняются все время нам кажется всегда что так было ну понятно наше мышление складывает воспоминания о прошлом нам кажется что всегда так было вы поменяли мышление ваше прошлое поменялось и вам опять кажется что так было как начался прямой эфир прошлый меня там спросили реальность не меняется мгновенно там короче это все фигня да вы не знаете просто что ваша реальность меняется мгновенно вас всегда так было. В какую бы ветку прошлого ваше сознание бы не пошло, от изменения сознания здесь, сейчас, вы всегда будете думать, что было вот так. Ваши родители, образ ваших родителей, наверное, за день уже миллиарды раз поменялся, но вы этого не помните просто. И это нормально. Иначе мы бы поехали мозгом, если бы мы ещё и помнили разные лица родителей, да, которые такая же иллюзия, как и весь наш мир. Делай только то, что твоей душе угодно. Да, хорошие фразы, соглашусь. Сомнения творят новое, соглашусь. Многое мне понятно, но ещё моё сознание не готово для полного сознания. Ты добрый человек и терпеливый. Спасибо. Да, конечно, мы не можем раз и вспомнить, что мы бог. Познавать уже опять неинтересно будет, мы уже всё вспомнили, придётся опять в забвение, всё забыть и играть заново в новый, бесконечный процесс познания. На какой вы стадии находитесь, это вообще не важно. В школе занималась, чем хотела, выбирала, чем хочу заниматься, и всё получалось. Класс, да, я тоже в школе. Во все кружки ходила, мне всё было интересно, впитывала эти знания, но больше сам процесс увлекал. Там рисование, пение, какие-то макромешки. Сейчас люди смотрят не на процесс, а на выгоду. Вот я пойду туда, где деньги заработаю. Но это большая иллюзия. Деньги вы заработаете только от своей энергии. Энергия от движения. Движение — это интерес. Интерес — это ваше желание, то есть кайф процесса. Когда вы кайфуете, радуетесь, вас это двигает, расширяет, наполняет. Вы такие, ааа. Вот тогда приходят и блага, как следствие, но не как первопричина. А если вы делаете это бездушно, без интереса, там нет энергии, там ваша зарплата, даже если будет, она будет уходить на расходы, которые будут превышать ваши доходы. Поэтому выбирать работу из-за денег — это, блин, самое последнее, что можно сделать. Вот ваши родители со старым мышлением делают с вами вот такую фигню. Не слушайте. Поиди менеджером. Устроишься в компанию, вспоминаю своих, и будешь зарабатывать хорошие деньги. Нелли, привет. Что для тебя дружба? Можешь ли ты создать дружеские отношения с новыми людьми, например, со мной? Кристина. Что такое для меня дружба? Хороший интерес. Интерес. Познать себя с другим человеком. И всё. Выгода. Ну, то есть, мы все люди, если честно, так признаемся, а других — родители, это дети, семья, муж, жена, начальники, друзья, неважно что, мы от каждого что-то хотим получить. Ну, естественно, чувства и эмоции. Мы ищем выгоду, когда общаемся с людьми. Это нормально. Нужно уже перестать это отрицать и понять. У меня есть друзья, мне выгодно с ними дружить. Почему? Потому что с ними весело, классно, общее времяпровождение, есть о чём поговорить, поделиться. То есть, мне выгодно пообщаться, потому что мне интересно поделиться чем-то. Мне интересно принять что-то, мне интересно обменяться, мне интересно придумать совместную какую-то штуку. То есть, если проявляется интерес, я взаимодействую. Но чтобы вот был друг один на всю жизнь, или пять, у меня как бы есть такие, но они живут на Камчатке, я их не вижу, не слышу, просто с ними выросло, и у меня очень много связано с ними эмоции и так далее. А вот прямо сейчас, да, у меня есть друзья, я не ставлю целью, что я им должна как друг своё внимание, или они мне чего-то должны, не ставлю цели, и что мы должны дружить там всю жизнь. Вот как оно сложится. Если у нас есть сейчас обоюдное желание встретиться с Олей, пойти в клуб, мы идём, признайтесь себе, что от каждого человека вам нужны эмоции. А в других людях даже это не выгода, просто хочется что-то новое в себя вобрать. Ну так это и есть выгода, просто будем говорить это всё своими словами. Ну то есть это и есть выгода, получить определённое чувство, получить определённую эмоцию, расшириться, да, это хорошо, это очень хорошо.